Кровавый Джон мой. Встанешь на моем пути и ты, я, ты пожалеешь. Если злодей не наказан, зачем тогда все это? Менталист. Человек, использующий остроту ума, гипноз и силу внушения. Мастер управлять мыслями и поведением. Эта фраза дает точное представление Патрике Джейне, гуру коммуникации и переговоров. Однако есть важное дополнение. Патрик Джейн еще и мастер скрывать истинные чувства, а также человек, одержимый местью и застрявший в своем прошлом. Это вторая часть разбора сериала Менталист. Первую часть вы уже можете посмотреть на канале. Она посвящена коммуникативным приемам Патрика Джейна и мастерству ведения переговоров. Выпуск получился информативным и насыщенным. Я там подробно разбираю правдоподобность техник Патрика Джейна и рассказываю о правилах Менталиста, которые помогают ему успешно проводить переговоры с любым оппонентом. В этом выпуске я сфокусируюсь на психологическом аспекте сериала. На первый взгляд, Менталист посвящен расследованием преступлений. На самом деле он рассказывает о личной трагедии и о том, как человек справляется с ней. Центральная тема сериала – это поиск искупления и прощения. Патрик Джейн стремится расправиться с кровавым Джоном, восстановить справедливость и отомстить за смерть своей семьи. Но в этом процессе он также ищет способы простить самого себя и освободиться от гнева, который бурлит внутри него. Все мы совершаем ошибки, и многим из нас хочется найти способ исправить их и наладить отношения с людьми. Но этот процесс может быть сложным и требовать усилий, времени и саморефлексии. В Менталисте мы видим пример того, как человек преодолевает трудности, связанные с местью, прощением и поиском истины. Патрик Джейн прошел большой путь, прежде чем добился цели. Но добиться цели и получить желаемое – разные вещи. Можно поставить цель заработать миллион, но после ее достижения не получить желаемого – признание и любви. Получил ли Патрик желаемое после того, как добился цели поймать кровавого Джона? И в чем состояло его скрытое желание? Это не единственный вопрос, на который хочется ответить после просмотра сериала. Почему Джейн перестал работать медиумом и начал сотрудничать с КБР? Как личная трагедия повлияла на его взгляды? Почему Патрик долго не мог поймать кровавого Джона? И потому лишь, что Патрик Джейн и кровавый Джон – один и тот же человек. Давайте найдем ответы на эти вопросы, чтобы понять, из чего складывается личность – ментариста Патрика Джейна. Прежде чем мы погрузимся в сегодняшнюю тему, позвольте мне сделать небольшой экскурс миром моего телеграм-канала. Это не стандартный призыв к подписке, а скорее дружеская рекомендация. И я понимаю, что перед тем, как вам принять решение подписаться, важно же понимать, какие плюсы от этой подписки вас ожидают. Во-первых, я лично веду этот канал, и это место, где я делюсь не только мыслями и идеями, но и новинками проектов. Мой телеграм-канал – это отличная возможность обратной связи, где ваши предпочтения и интересы напрямую влияют на выбор тем, будущих выпусков. Более того, это хороший источник обучающего контента, который не всегда доходит до основных публикаций или канала. Анонсы предстоящих событий и лично проводимых мной обучений также находят свое место на страницах канала. Например, уже сейчас в Санкт-Петербурге, почти на каждых выходных я провожу занятия, где в небольшой группе участники оттачивают коммуникативные навыки и изучают психологию поведения через авторские ролевые игры, разработанные мной. И кто знает, возможно, скоро я выйду за рамки этого города, и подписчики канала узнают об этом самые первые и получат возможность участвовать. Поэтому подписывайтесь, вы всегда будете в курсе и не пропустите ничего важного. Я ценю ваша внимание и время, поэтому посты появляются достаточно часто, чтобы содержать вас в информационном поле, но и не настолько часто, чтобы превратиться в назойливость и не перегружать вашу ленту. Ссылку я оставлю в описании. Рекомендую перейти сейчас и подписаться, чтобы не забыть потом, и перейти к просмотру спокойно этого ролика. К слову, название Телеграма – «Менталист», который соответствует теме сегодняшнего выпуска. Личность любого человека можно описать с двух сторон и разделить его черты и качества на положительные и отрицательные. Конечно, такая оценка носит условный характер. Одна и та же черта личности разными людьми может быть оценена как позитивная и как негативная. Поэтому под негативными я буду понимать те качества, которые мешают человеку налаживать здоровые взаимоотношения с окружающими или препятствуют улучшению качества жизни. В любом человеке уникальным образом сочетаются противоположности. Да и в целом двойственность – это естественная часть человеческой природы. Тема двойственности красной нитью проходит на протяжении всего сериала. Материальным выражением этой идеи и является Патрик Джейн. Многие люди воспринимают его как человека добродушного, открытого и обаятельного. Но это маска, за которой прячется злость и жажда мести. И если снять эту маску, можно увидеть, в каких аспектах ярче всего проявляется двойственность Патрика. Просто во мне столько плохого, от которого я хочу избавиться. Каким мы видим Патрика в начале сериала и на протяжении истории? Как правило, он сдержанный, спокойный, уверенный в себе, целеустремленный, но вместе с тем высокомерный и заносчивый. В то время как я явно умнее. Для него нет авторитетов. Он не боится отстранения от службы или других санкций в свою сторону. Не стремится дотошно следовать протоколу, как, например, Тереза Лизба. Я тебя предупреждала, ты опять переходишь границы. Я же просил не подслушивать. Не будь ребенком, я тебе не подружка, я служу закону. Его дерзость оправдана, так как помогает достичь результата и раскрыть дело. Хотя многих она раздражает. Еще одна яркая черта Патрика, он скрытный и почти никогда не делится своими эмоциями с окружающими. Из-за чего многим кажется, что с ним сложно контактировать. Кем-то это может быть расценено как негативное проявление, но у этого качества есть и обратная сторона. Так как Патрик эмоционально сдержан, стрессовой ситуации он не теряет способность быстро принимать решения. Вдобавок, как мы выяснили в первой части разбора, Джейн гибкий, способен адаптироваться к любой ситуации. А еще он человек, который, пожалуй, можно назвать эталоном харизматичности. Патрик уверен в себе, привлекательен. Он умеет притягивать и удерживать внимание, вдохновлять и мотивировать. Даже несмотря на то, что поведение Джейна многих раздражало, люди верили в него. Видели в нем человека, который знает, что делает и укажет путь. Коллеги Патрика не раз рисковали своей карьерой ради него. Конечно, мы не вправе лезть в это дело, но в случае отсутствия запрета я дала бы именно такие приказы. Патрик нужен и полезен людям. Но это далеко не все аспекты, которые делают человека харизматичным. О феномене харизмы я подробно расскажу в одном из следующих роликов, который выйдет на канале совсем скоро. Эту тему я проработал крайне тщательно и готов предоставить новый взгляд на харизму, как на навык, которым можно владеть. А пока сосредоточимся на менталисте. Всегда ли Патрик был таким, каким мы его видим в начале истории? Как это часто бывает, когда происходит трагедия или крайне напряженная стрессовая ситуация, жизнь человека разделяется на до и после. Потеря заставила Патрика пересмотреть взгляды на жизнь. Он как будто сам разделился на две части, отделяя себя прошлого от себя настоящего. Это еще одно проявление его двойственности. Патрик в прошлом мошенник, который выдавал себя за медиума. Проводил фальшивые спиритические сеансы, играя на чувствах людей и, нужно сказать, получал от этого удовольствие. Он извиняется за всю ту боль, что он причинил вам и вашей матери. Пятью годами ранее. Ему очень жаль. Он просит у вас прощения. Будучи мошенником, Патрик неплохо жил. Он хорошо зарабатывал, да и был в определенной степени популярен и любим публикой. Но сейчас карьера медиума в прошлом. Теперь он консультант КБР. Он перенаправил свою способность читать людей в благое русло и стал помогать в распутывании преступлений. Но зачем? Только ли, чтобы приблизиться к Кровавому Джону? Безусловно, да, но не только поэтому. После личной трагедии Патрик потерял многое. Среди всего прочего, Патрик потерял еще и уважение к самому себе. Служба в КБР – это способ вернуть себе чувство собственного достоинства. Так Патрик удовлетворяет две потребности сразу. Он приближается к поимке Кровавого Джона и вместе с этим помогает бороться с преступностью. То есть делает нечто важное для общества. Патрик в прошлом – человек, который не задумывался о последствиях своих слов и поступков. Он игнорировал чувства людей и не думал о том, какой эффект могут оказать его слова на других. Патрик в настоящем не разбрасывается словами и продумывает результаты каждого своего действия. Патрик в прошлом жил вполне интересной и насыщенной жизнью. Самое главное – у него была семья. Его окружали люди, которые были ему дороги и которые дорожили им. Патрик в настоящем – глубоко одинок. Еще один важный момент. Патрик в прошлом – человек, который, можно сказать, плыл по течениям. Он не отдавал себе отчет в своих поступках, неосторожно разбрасывался словами и играл на чувствах людей. Он не думал о том, зачем он это делает. Патрик же в настоящем пытается понять, в чем заключается смысл его жизни, какой из него спрос в этом мире. Может ли он быть по-настоящему полезен? Задаваясь этими вопросами, Патрик приглашает нас принять участие в поисках ответов и спросить самих себя – что делает моя жизнь значимой? Приношу ли я пользу? Все эти до и после наложили отпечаток на Патрик и изменили его поведение и методы взаимодействия с окружающими. В итоге мы видим человека, который хоть и изменился в настоящем, но застрял в собственном прошлом. Не проходит и дня, чтобы Патрик не думал о том страшном дне. Каждый год Патрик не забывает о годовщине трагедии. В его сознании переплетены стыд и вина. У него нет никакой другой цели, кроме как найти кровавого Джона. Он одержим местью и настроен крайне решительно. Кровавый Джон мой. После трагедии у него был нервный срыв. Позже он испытывал чувство стыда за проявленную, как ему казалось, слабость. Патрик пересмотрел свое отношение к публичному проявлению эмоций и стал жестко их контролировать. В этом есть плюсы для него. Например, так как он не выражает эмоций, оппонентам трудно предсказать его поведение и реакцию. Поэтому он на шаг впереди. К тому же, это механизм психологической защиты. Патрик публично проявил эмоциональную слабость, испытал за это стыд и с тех пор перестал проявлять эмоции так откровенно, чтобы не создавать в своей жизни ситуации, где ему будет за себя стыдно. В коммуникацию он шлет двойные послания. То есть послания, которые можно трактовать с разных точек зрения. Из-за этого то, что Патрик на самом деле имеет в виду, трудно понять их и как следствие труднее наладить с ним контакт. Да, иногда я посылаю непонятные сигналы. Это мой недостаток. Так проявляется еще одна грань его двойственности. С одной стороны, Патрик мастер коммуникации и переговоров. Кажется, в любом диалоге он может получить то, что хочет и подчинить тебе собеседника. Но когда дело доходит до личных взаимоотношений, Патрику сложнее их построить. Потому что в таком случае нужно показывать не только свои сильные стороны, но и слабости и недостатки. А Патрик к этому не готов. Патрик Джейн – мастер обмана лыжи. Но в то же время он ищет истину и стремится к правде. Он будто канатаходец, которому, чтобы пройти из точки А в точку Б, нужно постоянно удерживать неосязаемый баланс между ложью и правдой. Так как Патрик сам знает, как легко обмануть человека и воспользоваться его доверием, он сам ни в коем случае не хочет быть обманутым. Скрывая свои истинные намерения и играя роль, менталист сам задумывается. А вместе с тем заставляет задуматься и зрителей о том, насколько можно доверять другим людям и самому себе. Постепенно, в процессе развития истории, Патрик, из человека, который не думал о последствиях своих поступков, становится человеком, который анализирует свои действия, берет под контроль проявление эмоций и самое главное, сталкивается лицом к лицу с темной стороной своей личности. Он замечает собственные негативные проявления и видит, что иногда они руководят им больше, чем он сам. Неспроста авторы сериала помещают менталистов в среду расследований преступлений. Именно эта обстановка заставляет Патрика задуматься об этической стороне своих поступков и об ответственности о том, почему люди в какой-то период своей жизни оказываются на темной стороне и каким образом они находят выход. Личность Патрика складывается из вещей, которые на первый взгляд несовместимы. Но если присмотреться внимательнее, можно увидеть, что Патрик, впрочем, как и многие из нас, совмещает в себе противоположные вещи и проявляет их в зависимости от ситуации. Патрик Джейн и мошенник, и гениальный сыщик в одном флаконе. Он может быть беззаботным, а может быть серьезным. Он не лишен эмпатии, но большую часть времени к людям он холоден. Он изменил свои взгляды на жизнь в настоящем, но застрял в своем прошлом и пытается исправить совершенные им ошибки. И чтобы исправить их, Патрик вынужден вступить в противостояние с одним из самых опасных серийных убийц в Калифорнии. Давайте разберемся, какую роль в истории менталиста играет Кровавый Джон, какими методами он действовал, как ему удавалось долго оставаться безнаказанным, почему он выбрал Патрика Джейна в качестве соперника в своей игре. Кровавый Джон – жесткий и опасный преступник, для которого жизни людей ничего не значат. На его счету огромное количество жертв. Он убивал за то, что кто-то перешел ему дорогу, за предательство, но в большинстве случаев ради собственного удовольствия. Кровавого Джона тоже можно называть своего рода менталистом. Он умеет убеждать, притягивать к себе людей и управлять ими. Он долго управлял Патриком, то приближая к разгадке своей личности, то отдаляя от нее. Как и у Патрика, у Кровавого Джона есть свои особые правила поведения и взаимодействия с людьми. Без них Кровавый Джон просто не смог бы построить свою преступную империю. Все люди для Кровавого Джона инструменты. У него нет друзей, лишь орудия. Но людям, которые взаимодействуют с ним, кажется, что они значимы и важны для него. Это еще одно его правило. Кровавый Джон давал людям то, чего им не хватало – внимание, понимание, опеки. Он придал вам сил, помог возгордиться этой тьмой. Да, он помог. Он наполнил вашу жизнь смыслом и любовью. Когда было нужно, влаживал дела, оказывал помощь. Взамен на протекцию Кровавый Джон просил ни много ни мало жертвенности и полной самодачи. Это очень похоже на то, как сформировал свой культ преступник Чарльз Мэнсон, о котором я рассказывал в ролике про феномен одержимости. Кровавый Джон – личность крайне жестокая и лишенная эмпатии. Но при этом он может понимать чувства других людей, использовать их страхи и желания, как рычаги давления. В одном из эпизодов, чтобы подорвать моральный дух Патрика, Кровавый Джон буквально отбирает у него счастливые воспоминания из детства. И я ее больше никогда не видел. Она мое приятное воспоминание. А он убил ее. Как Кровавому Джону удавалось в большинстве случаев оказываться на шаг впереди Патрика? Ответ кроется в еще одном правиле серийного убийцы. Для Джона важны связи, которые у него есть практически по всему штату Калифорния. Все эти связи в итоге складывались в огромный преступный синдикат внутри правоохранительных органов. Мы называем себя ассоциацией Блейка. Кровавый Джон всегда действовал, можно сказать, чисто. Никогда не оставлял хвостов и подчищал их. Даже лучше – это ошибка Джона. Вот она. Он совершил ошибку, и вот она. Именно большое количество связей, репутация и безупречная работа позволяли Кровавому Джону долго оставаться непойманным и управлять Патриком. Джейн по большей части действовал в одиночку, особенно если дело касалось Джона. Для него было важно лично подобраться к преступнику. Кровавый Джон, в свою очередь, активно развивал сеть сообщников, которые помогали ему завладеть нужной информацией. Сложно представить подробный психологический портрет Кровавого Джона, так как большую часть времени мы, так же, как и Патрик Джейн, просто не встречались с ним лично, а контактировали с ним через действия, которые передавали некие загадочные послания. Но даже через такую коммуникацию трудно не заметить, что Кровавому Джону присущи многие черты нарциссической личности. Нарциссы обычно верят, что они особенные, уникальные, заслуживающие исключительного внимания и признания. Для Кровавого Джона характерно завышенное чувство важности собственной личности. Он умеет себя подать, но есть признаки ущемленного самовлюбленного человека. Говорит, что легко справляется с конфликтами и бедами, но я не уверена, что это правда. Нарциссу также важна постоянная похвала и подтверждение своей значимости от окружающих. Если кто-то заставляет нарциссы сомневаться в собственной важности, то это сильно бьет по его самооценке. Скорее всего, когда Патрик оскорбил Кровавого Джона на телевизионном шоу, это задело маниказа живое. Патрик не просто унизил Кровавого Джона, а сделал это публично, что ударило по его самолюбию. Истинное зло горит подобно огню. Оно горит жутким, холодным, темным пламенем. Я заставляю себя заглянуть в это пламя. И передо мной предстает образ злодея. В данном случае Красного Джона. Он уродлив, раздираемый, жалок и очень одинок. Грустно. Также нарциссам характерна зависть. Они могут тайно завидовать кому-то или быть убежденными, что им кто-то завидует. Через зависть нарцисс испытывает комплекс неполноценности, который маскируется через стремление подчеркнуть свою важность. Вполне возможно, Кровавый Джон завидовал Патрику, так как тот имел больше признаний и популярности. За много лет у Кровавого Джона появилось немало последователей. Казалось бы, такая хоть и преступная, но слава должна была радовать его. На самом же деле, факт того, что у него были последователи, раздражал маникад, так как он был убежден, что никто не достоин копировать его, а тем более делать это плохо. Психологический портрет Кровавого Джона базируется на трех элементах. Нарушенная психика, высокие интеллектуальные способности и извращенная мораль. Кровавый Джон обладает характеристиками социопата. Он не испытывает симпатии и может беспощадно убивать без эмоциональных реакций. Это делает его крайне опасным, так как он не чувствует ни вины за свои поступки, ни страха оказаться наказанным за них. Высокий интеллект позволяет ему манипулировать другими людьми, строить сложные планы и оставаться на шаг впереди своих последователей. Кровавый Джон убежден в своем превосходстве над другими и стремится к власти и контролю. Его желание быть в центре внимания и получать признание приводит к тому, что он оставляет подпись на месте преступления и играет в кошки-мышки с Патриком Джейном. Несмотря на свою жестокость и искаженное понимание морали, он верит, что следует своему видению порядка и справедливости. Ведь не просто так Кровавый Джон – это убийца, скрывающийся за маской шерифа, защитником закона, то есть человека, который должен следить за порядком. Помимо этого, он также воображает себя творцом, который, совершая преступления, создает произведение искусства и вместе с этим наводит порядок среди людей. Такое поведение антагониста отсылает Ганнибалу Лектору из «Молчания ягня». Как и Кровавый Джон, Лектор – это высокоинтеллектуальный убийца, который обладает холодной кровью и наслаждается своими преступлениями, считая их искусством. Кровавый Джон или же шериф Макаллистер так долго и тщательно скрывал свою личность, что в какой-то момент могло показаться, что его и вовсе не существует. А многие герои сериала отмечали, что Патрик и Кровавый Джон чем-то напоминают друг друга. И невольно в голове закрадывается мысль, что они один и тот же человек. Но так ли это? Давайте проверим эту теорию. Если Патрик не менее искусный менталист, чем Кровавый Джон, почему он так долго не мог выйти на его след? Может быть, никакого Кровавого Джона и не было вовсе? Может быть, Патрик, подобно Тедди Дэниелсу из фильма «Острова проклятых», просто проживал свою фантазию о поимке преступника и мечтал о возмездии, которое не могло осуществиться? Я думал, что если мы дадим тебе доиграть этот спектакль до конца, ты сам увидишь, как все нереально. Ведь после трагедии Патрик проходил лечение психиатрической больницы. Да, кстати. Кое-что ты хотел бы знать насчет Патрика Джейна. Ты знаешь, что он пропал на целый год? Знаешь, где он был? Нет. Психбольница. И неспроста зловещий смайлик, который Кровавый Джон оставляет на месте преступления, мимикой напоминает Патрика. Слегка опущенный вниз уголки глаз, радостный и в то же время печальный взгляд. Кровавый смайлик – это символ, который Патриком и Джоном трактуется по-разному, но при этом создает между ними прочную связь. Рисуя зловещий смайлик на стене, Кровавый Джон оказывает психологическое воздействие на Патрика Джейна. Он знает о его прошлом и понимает, что такой символ вызовет у менталиста эмоциональную реакцию и яркие воспоминания, связанные с потерей. К тому же смайлик – это способ Кровавого Джона насмехаться над Патриком, чтобы подчеркнуть свою власть и контроль. Для Патрика смайлик – это отражение собственной внутренней борьбы, символ, который служит постоянным напоминанием о потере и желании отомстить. Некий маяк, путеводная звезда, которая помогает держать выбранный курс. Этот символ напоминает ему о трагическом прошлом и служит мотивацией для работы и стремлений к справедливости. Смайлик, который так похож на Патрика Джейна, символизирует противостояние двух героев и взаимную зависимость. Он отражает их связь, причем Кровавый Джон является тем, кто нанес Патрику Джейну большую травму, но в то же время вдохновил его на борьбу с преступностью. Даже несмотря на то, что Кровавый Джон использовал этот смайлик задолго до встречи с Патриком Джейном, мне кажется, создатели сериала все равно задумали такую схожесть между этими двумя персонажами. Если вдуматься, Патрик и Кровавый Джон во многом похожи. Не внешне, конечно, а в области взаимодействия с людьми. В чем именно заключается схожество? В сериале множество раз подчеркивается, что Патрик не приемлет насилие. Иной раз он даже не позволяет к себе прикасаться. Что уже говорить о том, чтобы оказывать на других людей физическое воздействие. И вы будете помнить всегда, что меня нельзя касаться никогда. Однако, чем ближе Патрик приближается к Джону, тем более жестоким он становится, в том числе воздействует на людей физически. В одном из эпизодов, чтобы выбить признание у преступника, он буквально закапывает его заживо. Позже выясняется, что этот человек умер. Но Патрику все равно. Патрик фактически не причастен к его смерти. Тот умер от пыток. Но сами действия Патрика привели к такому исходу. Я же не убивал Маркса, но мог послужить причиной. Патрик может проявить чрезмерную жестокость, если этого требует ситуация. А Кровавый Джон изначально прославился своей жестокостью. Так же как Патрик, Кровавый Джон очень предусмотрителен, умен, хитер, внимательен к деталям. Приятно пахнешь. Это сиреневое мыло? Вам не кажется, от него попахивает орегано? Кровавый Джон использовал Лаурелию, чтобы убить Патрика. А Патрик использовал ее же, чтобы убить Кровавого Джона. Я бы женился на ней, лишь бы она мне помогла. Я играл с ней. Таким образом, они оба используют людей в своих целях и рассматривают их как орудие и инструмент достижения цели. Более того, и Патрик, и Джон много лет ведут двойную жизнь, скрывая реальность за маской. Кровавый Джон – добропорядочный шериф местной полиции и жестокий преступник. Патрик – консультант КБР, в целом веселый и добродушный, но скрывает свое глубокое несчастье. Кровавый Джон притворяется копом, а Патрик притворяется человеком, которого не беспокоят его внутренние переживания. Конечно, Патрик, Джейн и Кровавый Джон не один и тот же человек. Хотя, на каком-то этапе Патрик приблизился к поведению методом Джона. Но совершенно точно здесь в том, что Кровавый Джон символизирует темную сторону личности – самого Патрика. Кровавый Джон – это зеркало основного героя, тьма, которого Патрик много лет носил внутри себя. И чем больше он оказывался к источнику тьмы, тем больше она стремилась выбраться наружу. Кровавый Джон – физическое воплощение темной стороны Патрика, отражение дуальности человеческой природы. Кровавый Джон использовал стихотворение Уильяма Блейка «Тигр» как позывной, чтобы распознавать своих сообщников. Тигр символизирует зло и страх. Он жестокий хищник, каким себя и видит Кровавый Джон. Стихотворение «Тигр» рассказывает о том, что мир наполнен злом, но у него есть зеркальное стихотворение «Агнец». Агнец, в свою очередь, символизирует доброту и кротость, светлую сторону жизни. Скорее всего, называя себя «Тигром», Кровавый Джон считает, что Патрик – ягненок. Если проанализировать оба стихотворения, можно понять, что автор хотел донести идею, что зло не существует без добра и наоборот. И они находятся в постоянной борьбе. Также и в «Менталисте» сочетаются две эти противоположности – «Тигр» и «Агнец». Свет и тьма. Патрик, как, впрочем, и Кровавый Джон – одновременно и хищник, и жертва. В душе Патрика очень много темных уголков, злобы, ненависти, страха, жестокости, гордыни и самовлюбленности. Все то, что считается негативными проявлениями человеческого характера. Во мне столько плохого, от которого я хочу избавиться. Эпизод, в котором Патрик убивает человека, который выдавал себя за Кровавого Джона, ярко показывает его внутренний конфликт и чувство вины. Он фактически перешагнул черту, совершив убийство в порыве мести. Это говорит о том, что даже те, кто стремится к добру и справедливости, могут подвергнуться внутренним демонам и принять неправильное решение. Ситуации, в которых человек переходит на темную сторону в качестве ответа на тяжелые обстоятельства, исследуются в литературе и философии. Один из наиболее известных примеров – это персонаж Эдмона Дантеса из романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Дантес был ошибочно осужден и отправлен в тюрьму, но после бегства он становится мстителем и преследует своих обидчиков, чтобы восстановить справедливость. Его персонаж также, как Патрик Джен, иллюстрирует тему внутренней борьбы и моральных компромиссов в поисках истин. Философы Томас Гоббс и Жан-Жак Руссо в своих психологических концепциях утверждали, что человек может быть склонен к моральным поступкам в условиях неопределенности и угроз. Эти концепции объясняют поведение Эдмонта Дантеса и Патрика Джена, когда они выходят за рамки моральных ограничений в поисках мести, правды и справедливости. Но находясь на темной стороне, важно осознавать это и не погружаться в бездну темноты, а искать выход из нее. Патрик стремится побороть тьму в себе, и символом борьбы с тьмой стал Кровавый Джон. Убивая маньяка, Патрик убивает себя прошлого, убивает свою темную сторону, которая стремилась поглотить его. Кровавый Джон важен в первую очередь именно как символ, а не как личность. В сцене, когда Патрик душит Кровавого Джона, маньяк все еще продолжает играть в свою игру и пытается шантажировать Патрика важной для него информацией, чтобы сохранить себе жизнь. Я скажу, как узнал имена из списка, мне все равно. Дело в том, что Патрик Джейн и Кровавый Джон хоть и играли в одну и ту же игру, но соревновались на разных уровнях. И тот уровень, на котором соревновался Кровавый Джон, Патрику был неинтересен. Сама игра началась из-за того, что Кровавый Джон был уязвлен. Менталист задел его эго. Патрик как бы сказал маньяку, что он не гениальный преступник, а ничтожный человек. Кровавый Джон хотел доказать Патрику, что он умнее и проворнее. Патрик, в свою очередь, соревновался не из-за звания самого умного менталиста. Он боролся за чувство собственного уважения и против чувства вины и стыда. Трагедия буквально встряхнула его, заставила задуматься о значимости собственной жизни. Именно за это и сражался Патрик. Он не стремился доказать Кровавого Джону, что он умней. Может быть, не случись такой трагедии в жизни Патрика, он не пытался бы бороться со своей темной стороной и продолжал бы жить привычной жизнью. Но перед лицом потери в Патрике обострилась борьба тьмы со светом. И только когда месть осуществилась, Патрик мог точно сказать, что зло, фактическое и символическое, повержено. Патрик Джейн столкнулся с множеством моральных дилемм в ходе своей работы. Его методы, включая манипуляции, использование лжи, наталкивают на размышления о том, насколько оправданными они являются в поисках справедливости. Эти дилеммы зависят от контекста, и важно понимать, что в некоторых случаях они могут быть оправданными, а в других нет. Джейн на протяжении всей истории балансировал между светлой и темной стороной. Он борется за добро и справедливость. Однако в своем стремлении иногда прибегает к темным методам. Это отражает сложность человеческой натуры, где добро и зло могут сосуществовать внутри одного человека. А находясь, будучи на темной или светлой стороне, может быть продиктовано обстоятельствами. В реальной жизни каждый человек может оказаться в сложных моральных ситуациях, где ему приходится выбирать между хорошими и не очень хорошими поступками. Он может столкнуться с ситуацией, когда ему представляется возможность обмануть кого-то, чтобы получить личную выгоду. Например, уклонение от уплаты налогов или подделка документов. Случается, что люди нарушают доверие близких, раскрывая их секреты или обещая что-то, чего не собираются выполнять. В эмоционально напряженных ситуациях человек может перейти на темную сторону, проявив агрессию или насилие. Не существует идеального человека, у которого нет темных сторон. Каждый человек имеет потенциал к светлым и темным поступкам. Это нормальная часть человеческой природы. И очень важно осознавать этот потенциал и уметь принимать моральные решения, основанные на ценностях и этических принципах. Это помогает людям лучше понимать себя и свой вклад в общество. Патрик Джейн, хоть и совершал плохие поступки, по своей сути не является злодеем, который скрывается за маской благодетеля. Его действия мотивированы стремлением к справедливости и желанием найти убийцу своей семьи, даже если это требует не всегда этически правильных методов. Его характер сложен и многогранен, и он находится на пересечении светлых и темных сторон человеческой души. Кровавый Джон оказал на Патрика огромное влияние, изменил его представление о мире и о самом себе. Не столько важен внешний путь поимки маньяка, сколько внутренний путь, который прошел Патрик. Менталист добился цели, убил кровавого Джона. Но получил ли он желаемое и чего именно он хотел? Основное чувство, которое двигало Патриком, чувство вины. За что же именно он винил себя? Безусловно, в первую очередь за то, что допустил смерть своей семьи. Но не только за это. Тогда, на телешоу, когда Патрик выдавал себя за медиума, он повел себя высокомерно и говорил о кровавом Джоне свысока. Истинное зло горит подобно огню. Оно горит жутким, холодным, темным пламенем. Я заставляю себя заглянуть в это пламя. И передо мной предстает образ злодея. В данном случае, Красного Джона. Он уродлив, раздираемый, жалок и очень одинок. Грустно. А такой нарцисс, как Кровавый Джон, никогда бы этого не простил. Патрик винит себя за неправильный поступок. За то, что в нужный момент не смог промолчать, а дал своей гордыне, своей темной стороне руководить им. Да и в целом, то, что Патрик был мошенником, многое говорит о нем. Он считал, что он вправе обманывать людей и выдавать себя за того, кем не является, и поплатился за это. В тот момент Патриком руководила темная сторона. И после трагедии Патрик делает смыслом жизни борьбу с внутренней темнотой. Он застрял в том моменте жизни и хочет выбраться из него. Патрик страстно хочет одного – отомстить. Но что стоит за местью? Почему вообще в человеке возникает порыв отомстить? Как и другие негативные чувства, месть разрушительно действует на психику. Обдумывая план того, как отомстить обидчику, человек нерационально тратит свои ресурсы. Погружаясь в мысли о мщении, человек упускает возможности для собственного развития, забывает о своих желаниях и потребностях, что не делает его счастливым, свободным и самодостаточным. Не надо, не ищите его, ни к чему хорошему это не приведет. Эта одержимость уничтожает людей. Месть стала крайне важной для Патрика, и он хотел сам, лично, отыскать маньяк. Он игнорировал все остальные стороны жизни. Кровавый Джон мой. А для того, чтобы никто не помешал осуществить план мести, он выстроил линию обороны из разных психологических защит. Один из механизмов психологической защиты – это ложь. Люди действительно часто используют ложь как защиту. Часто ли вы сами на вопрос «как дела?» отвечаете правду. Патрик лжет, чтобы не рассказывать о своих чувствах и делать то, что хочет сам. Так он еще и поддерживает свою скрытность и замкнутость, которая защищает его от внешнего воздействия. Патрик никому не говорит о своих истинных эмоциях, но от этого они никуда не деваются и копятся в нем, раздирая изнутри. Даже если Патрик весел и ведет себя непринужденно снаружи, это не значит, что он не печален внутри. Все накопившиеся эмоции Патрик отпускает только в момент, когда душит кровавого Джона. Но самое главное, чего хотел Патрик, то самое желание, о котором мы говорили вначале, было искупление. При искуплении действия человека направлены на исправление плохого поступка или на устранение его воздействия на благо окружающих. Так человек может физически выразить угрызение совести, что мы и видим в случае Патрика. Только получив искупление, Патрик, человек, которого много лет преследовало его прошлое, смог оставить все былое позади и по-настоящему жить. После трагических событий тяжело начать жизнь чистого листа. До поимки кровавого Джона у Патрика не было серьезных романтических отношений. Ему казалось, что если в его жизни появится кто-то близкий, это будет предательством его семьи. Но Джейн смог найти способ пережить трагедию. Важнее всего ему было примириться со своими чувствами и отпустить их. И он нашел для этого способ. Он представил, что его дочь позволила ему жить дальше. Безусловно, такой способ переживания трагедии подходит далеко не всем. И то, что помогло одному человеку, не обязательно поможет другому. Но в этом и заключается суть переживания эмоционально-стрессовой ситуации. Каждый человек, копаясь внутри себя и рефлексируя над произошедшими событиями, отыскивает подходящий способ примириться со своими чувствами. Не существует одной универсальной теории, которая бы описывала путь человека в поиске искупления. Однако многие психологические и философские теории исследуют эту тему в контексте личностного развития, процесса принятия своих ошибок и попыток их исправить. Например, труды Ницше, к слову, могут рассматриваться в контексте искупления. Философ утверждал, что человек может искупить свои действия и достичь более высокой ступени сознания, переосмыслив свои ценности и действия. Этот процесс предполагает активное участие человека в изменении себя и своей жизни. Психологи рассматривают понятие морального раскаяния и прощения как важные аспекты психологического благополучия. Процесс искупления может помочь человеку преодолеть травмы и чувства вины, которые связаны с прошлыми ошибками и помогут двигаться дальше. Путь Патрика Джейна можно рассматривать через призму героического путешествия Джосефа Кэмпбелла. Согласно этому повествовательному шаблону, менталист не мог получить искупление сразу, моментально. Перед этим он должен был пройти ряд важных этапов. Сначала Джейн не может принять трагедию, затем он решает, что накажет убийцу. Это становится его главной мотивацией. В процессе поимки кровавого Джона, Патрик углубляется в изучение своего внутреннего мира и пытается понять свои ошибки. Наконец, признав вину в случившемся, он стремится искупить свои грехи, помогая другим. Джейн меняется в процессе этого искупления. Отказ от своего мошеннического прошлого и работа в качестве консультанта для полиции – это его способ пытаться внести что-то хорошее в мир и искупить свою вину. Многие люди могут узнать в менталисте часть своего собственного путешествия, поисках примирения с прошлым и попыток стать лучше. Искупление в реальной жизни и в менее трагичных обстоятельствах, чем у Патрика и Джейна, может проявляться в разных формах. В отношениях между людьми искупление часто выражается через искренние извинения и усилия по восстановлению доверия, если оно было нарушено или утрачено. Процесс искупления может изменить личность человека, сделать его более осознанным. Человек становится более ответственным перед собой и другими. Он освобождается от внутренних конфликтов и вины, что может привести к облегчению и спокойствию. В связи с этим вспоминается еще один персонаж, похожий на Патрика и Джейна – Декстер Морган. Они – два персонажа, которые действуют на грани добра и зла. Декстер Морган, как некий добрый убийца, работает как судья и палач, убивая только других убийц, которые сбежали наказания по закону. Его стремление избавить общество от опасных преступников вызывает вопросы о морали и законности его методов. Но Декстер все же ищет искупление за свое убийство и понимает, что его действия нарушают закон и моральные нормы. Патрик Джейн расследует преступления и помогает другим людям, но иногда прибегает к нечестным методам. Патрик также ищет искупление за свой прошлый образ, когда обманывал людей в роли медиума. Его участие в расследованиях – это попытка добавить свое темное прошлое светлых красок. После потери семьи Патрику нужно было найти человека, который будет рядом. Не в физическом, конечно, смысле, а в ментальном. Найти того, кто будет понимать его, даже если он будет пытаться скрыть свои эмоции. После полноценного проживания трагедии Патрик позволил себе открыться, показать не только свои сильные стороны, но и слабости. И вновь обрел семью. Патрик действительно умеет контролировать людей, их поведение, но не в меньшей степени он научился контролировать самого себя. Он практически всегда спокоен, не выдает волнения или страха даже, когда они есть. Удерживает диалог под контролем, умеет распознавать ложь. Патрик приобрел эти навыки. А навык – это не то, что дается с рождения, а то, чему можно научиться при должном усердии. Существуют особые методы и приемы, которыми можно овладеть, чтобы научиться контролировать эмоции в общении, читать людей и распознавать ложь. О некоторых из них я уже рассказывал, когда говорил про правила менталиста. Но это не исчерпывающий список. Подробнее об этих темах можно узнать на моей образовательной платформе Mental Room. На платформе вы найдете курсы распознавания лжи, контроль эмоций и оперативная психодиагностика. Каждый курс имеет не только теорию, но и часть практических заданий и предполагает полное погружение и развитие навыков коммуникации. Пройти эти курсы вы можете по подписке или приобрести некоторые курсы отдельно. Переходите по ссылке в описании после просмотра, выбирайте понравившийся курс, а я перейду к заключению. В процессе поиска Кровавого Джона Патрик Джейн демонстрировал виртуозные навыки коммуникации. Ему приходилось действовать в самых экстремальных условиях. Он подвергал свою жизнь опасности и сталкивался с непониманием со стороны тех, кто не мог осознать, чем заключалась его истинная мотивация. Но он оставался верен своей цели и благодаря этому смог получить желаемое. Искупление. Пусть и не самыми благими методами. История менталиста показывает, что человеческий характер обладает двойственной природой и что у каждого человека есть темная сторона. Конечно, в жизни она проявляется не так экстремально, как в сериале. В более распространенных случаях это может быть эгоизм, одиночество, конфликтность, непринятие себя, осуждение окружающих, подавление самовыражений. Важно уметь ладить со своей темной стороной и находить рациональные и приемлемые способы ее выражения. Нужно не искать способы погрузиться во тьму, а искать пути выхода из нее, чтобы обрести внутреннюю свободу и перейти на новый уровень личности. Человеческая природа полна противоречий. Мы способны на благие поступки, такие же, как и на поступки, ставящие под вопрос нашу этичность. Каждый из нас ежедневно сталкивается с выборами, которые определяют наш путь. Истинное понимание себя и других людей требует осознания этой дихотомии. Доверие и правда — это вещи, которых трудно достигнуть, но они имеют ценность. Освобождение от бремени прошлого, будь то вина, гнев или травма, возможно через прощение и искупление. Наша жизнь наполняется смыслом, когда мы ищем понимание цели справедливости, даже если это путешествие иногда приводит нас к темным уголкам собственной души. Сериал «Менталист» ценен тем, что приглашает нас задуматься о своих внутренних демонах, о ценности правды в мире обмана, о силе прощения и о том, что делает нашу жизнь действительно значимой. Он транслирует идею, что человек по-настоящему чувствует свою важность и значимость в моменты, когда он оказывается полезен другим. Люди, несмотря на свое прошлое, могут измениться и получить искупление. Осознание своих ошибок — это начальный этап, который ведет к самопознанию и личностному росту. Но на этом путь не заканчивается. Важно также уметь прощать не только других, но и самого себя. Однако не менее важной является роль человеческих отношений. Поддержка друзей и близких может стать тем катализатором, который поможет нам в трудные моменты. История Патрика учит ценить внутренний рост, силу воли и важность взаимоподдержки на пути к самосовершенствованию. А на этом у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Подписывайтесь на телеграм-канал. Увидимся. До новых встреч. Ему не понять, ради чего я на это иду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова